Всем привет, друзья мои! Давайте сегодня решим с вами очень простую задачку. Похожая задачка, но попроще была в ОГЭ. Я её немного переформулирую, чтобы было поинтереснее и пореалистичнее. Итак, завхоз театра звонит дяде Васю с лесарю, который там всё ремонтирует, и говорит, дядя Вась, придите, пожалуйста, отремонтируйте, отрегулируйте нам все сидения в амфитеатре. Дядя Вась говорит, не вопрос, 50 рублей одно кресло. Завхоз говорит, по рукам, и дядя Вась спрашивает, а сколько у вас кресел в амфитеатре? Ну, мне просто нужно, чтобы там рассчитать время, примерно, сколько я буду работать. Ну, и завхоз ему говорит, а я не знаю. Дядя Вась говорит, ну, давайте посчитаем быстренько. Итак, сколько у вас рядов в амфитеатре? Завхоз говорит, 15 рядов. Сколько у вас кресел в первом ряду? В первом ряду 20 кресел. А в каждом последующем плюс 2 кресла. То есть, одно слева и одно справа. Окей, говорит дядя Вася, всё. С вас столько-то, столько-то. Вопрос. Сколько возьмёт за работу дядя Вася и, собственно, как он это посчитал? Ну, давайте, во-первых, представим, что такое амфитеатр. Вот он вот так вот расположен, да, у него ряды. То есть, каждый следующий ряд, он немного больше предыдущего. Итак, в первом ряду у нас 20 кресел. Потом тут плюс одно, тут плюс одно. Так. То есть, получается, на два кресла в каждом ряду больше. Так. Так. И всего у нас этих рядов 15. Как считать? Как быть? Ну и да. 50 рублей одно кресло. Вот такие вот расценки у дяди Вася. Неплохо, между прочим, наверное, дядя зарабатывает. Итак, что мы должны с вами знать? Ну, нам сейчас с вами понадобится сумма всех кресел в рядах, да? А это значит арифметическая прогрессия. Почему это арифметическая прогрессия? Потому что у нас в каждом следующем ряду на определенное количество кресел больше. Я говорю на, да? Не в, а на. Раз на, значит, арифметическая прогрессия. Если было бы В два раза, к примеру, больше, то это была бы геометрическая прогрессия. Вот. Так как у нас на, у нас арифметическая прогрессия. И формула для суммы первых кончленов арифметической прогрессии выглядит как? Вот так вот. А первое. Так. Плюс что? Плюс АН умноженное на Н и деленное на что? Как думаете? На 2, конечно. Итак. Смотрим еще раз. А первое плюс АН умноженное на Н деленное на 2. Так. А первое у нас с вами известно. А первое это 20. Так. 20 кресел в первом ряду. Но нам неизвестно сколько кресел у нас будет в последнем ряду. Вот он. Н-ный ряд. Так. Нам с вами это неведомо. И нам нужно с вами это найти. Как? Запишем формулу. АН это у нас что с вами? Это у нас А первое плюс Д, помноженное на Н минус 1. Так. А первое у нас известно. Это 20. Мы уже это писали. Вот оно. Что такое Д? Д это как раз то, насколько увеличивается... Ну, как бы, насколько больше кресел во втором ряду? Насколько у нас каждый последующий член арифметической прогрессии больше предыдущего? Да? Слово член обычно веселит очень школьников, да? Они начинают хихикать. Ну, и им что приходится сказать? Давайте поосмейтесь 2 минуты и мы продолжим, да? Член арифметической прогрессии, многочлен их очень веселит. Эти вот все слова. Вот. Ну, да ладно. Похихикали, если нам тоже весело. И давайте дальше решать. Итак, Д чему у нас равно? Д равно 2, потому что, да, на 2 кресла в каждом ряду больше. Н у нас чему? Н у нас 15 равняется. 15 рядов. Так. Давайте сначала посчитаем АН. Итак, А первое это 20. Д это у нас 2. Н это у нас 15. И минус 1. Так. Считаем. 20 плюс 15 минус 1 это 14. 14 умножить на 2. Это у нас 28, да? 20 плюс 28 получается 48. То есть у нас 48 кресел в 15-м ряду. Супер. Давайте сразу напишем А15. Ну ладно, тут пусть будет АН, как формула, да? А тут мы напишем А15. Равно 48. А теперь можем найти сумму всех кресел в 15-ти рядах. Это легко. А первый у нас 20. АН у нас 48. АН у нас равно 15. И поделить на 2. Так. Вот это нам мешается. 50 рублей за стул берет, за кресло. У нас берет дядя Вася. Это мы запомним расценки его. 20 плюс 48 получается 68 умножить на 15. Деленное на 2. Так. 68 делить на 2 получаем 34. 34 умножить на 15. Ну давайте умножим где-нибудь. 34 умножить на 15. 5 на 4 это 20. 0 пишем 2 в уме. Тут у нас получается 15. Да, 2 в уме 17. Плюс 34. Тут у нас получается 11. 1 в уме. 540. Правильно? 540 кресел в амфитеатре. То есть театр такой небольшой. На 540 человек. И дядя Вася берет за каждое кресло 50 рублей. Значит 540 умножаем на 50. Как это проще всего сделать? Проще всего это взять. Сначала умножить на 100. А потом поделить на 2. Так. Опять сотрём. Всё. Мешается нам тут. Давайте распишем это. 540 нам нужно умножить на 50. Понятно, что можно сделать столбиком, но неохота. Проще умножить. Ведь 50 это что? Это 100 разделить на 2. Поэтому 540 сначала мы умножаем на 100. То есть дописываем просто 2 нуля. И теперь делим на 2. Это абсолютно легко делится, потому что 54 разделить на 2 это будет 27. И раз, два, три нолика. Так у нас 27 тысяч рублей заработает дядя Вася за то, что значит отрегулирует всё и отремонтирует все кресла в амфитеатры. Вот такая вот работка антикризисная. Все, кто что-то умеет делать своими руками, никогда без денег и без работы не останутся. В России этот труд, кстати, такой ручной ценится не очень сильно. Но в той же Америке сантехники всякие, слесаря, они заработают довольно хорошие деньги. То есть вызвать сантехника на дом – это для домохозяйства роднее разорению. Поэтому все там латают, переватывают. Вот такой, значит, капитализм. 27 тысяч рублей за регулировку 540 кресел. Ну что, друзья, мне добавить больше нечего. Так что с вас лайк и до новых задачек.